Озготы гонят кавалерию на убой, а мы её перерабатываем на колбасу. Я вас приветствую, друзья, с вами Виарос, продолжаем играть в последнего римлянина. Ну, вот просто так, озготы гонят кавалерию на убой, всё. Факт остаётся фактом. Нам нужно захватывать города, в целом так-то сполетик тогда захватываешь ты. У нас, а, ты передвигался в прошлой серии, окей, хорошо, я тебя понял, я тебя услышал. Ну, а ты пизавр, давай, пизавр ты, ходячий. Забирай, забирай его. Раз, возвращаем. Возвращаем, ставим лагерем. И наших всех тут сейчас просвещаем. Просвещаем прям как никогда не просвещали. В Риме потихонечку, хотя не восстания будут, не везде порядок наводится, не везде ещё стабилизируется ситуация, на Сиракузах более-менее уже. Ну, ладно, разберётся Византия, я не думаю, что они так-то сольют этот регион тем временем, да. Возгодские сепаратисты к нам вообще тут относятся хорошо, очень хорошо, поговорить с ними нельзя. Ну и ладно, хорошо. Дальше, назначение. Проверяем, кого можно повысить, кого нельзя повысить. Кого ещё можно назначить на должности. Да никого больше. Всё, что можно, мы назначили. Всё, что можно, мы уже повысили. Значит, вот так и оставляем. Значит, так оно и будет. Проверяем теперь агентов. Ага. Равена. Бало нету. В принципе, не защищен нам этот стэк. Ну, чуть-чуть ещё продвинься. Самое малость. Ты у нас вспомогательный такой стэк. Сплочённость от культуры. Можно богатство от экспедиции, потребление пищи. Либо, допустим, чтобы он производил хотя бы. Пусть вот так вот. Сначала плюс обеспечит, а потом уже будем думать о том, чтобы он разрастался, увеличивал. Своё поселение серьёзнее, сильнее, выше, быстрее. Так, сплочённость, богатство, пища. И ещё один пока. А, ну, рынок, рынок. Общественный рынок. Конечно же, сразу строим общественный рынок. Это основа нашего процветания. А сготы нет. Не-не-не-не-не-не-не. Вы меня не интересуете, а сготы. Перемирие. Да какое перемирие. А чё я буду делать тогда? Ну, против Византии воевать. Ну, тоже неплохо, конечно. Но я сейчас хочу посмотреть, чем сюжетик этот закончится. Ладно, если бы это было первое, да, такое. Ну, вот ещё как бы экстремальное такое прохождение. Опять ранили меня полководство. А так-то уже. Кто видел, кто не видел. А сюжетик интересным. Так, Валерин, давай. Дезинфакт. Ну, что поделаешь. Внебрачный ребёнок. Филипп из Антиохи. Феодосий. Да шо ж ты такое? Кого ты усыновила, мать, а? Мать, кого ты усыновила? Он же собака тут плодит на стороне кого угодно. Ладно, ты там как бы номинально ещё в Константинополе сидишь. Ну и то. Наш великий могуч правитель и как бы верен тебе по-прежнему. На стороне никого не нагулял. Всё, что нужно, вынимал. Так. Каземат. Либо командирский покой. Сплочённость. Ну, казематик, в принципе, да. Ну, так-то мы в него и планировали. Хотя тут, наверное, ТП нужно сделать в этом плане. Здесь нужно качать, чтобы нанимать уже катафракты, новые отряды, численный сухопутных войск и вот сюда идти. То есть, если что-то новое строить, то общественный туалет обязательно. Но мне нужно очень сильно так-то подождать рост. Либо здесь ещё буквально пару ходов и лагерь ветеранов возводить. Так и сделаем. Ух ты, ёжик плохматый, а? Ты до спалета быстрее добежишь, чем пройдёшь пизавр этот несчастный. Пизавр, ты недобитый. Может быть и вернуться, на самом деле. Может быть и вернуться. Сейчас, ладно. Отправляем сюда армию. Шпиона отправляем вот сюда. Проверим, посмотрим, засветим, что здесь да как. Если что, отдадим арту нашему другу. Или нафиг она ему нужна, пусть штурмует так потихонечку. Сопротивления здесь не будет. В плане можно оставить там полстека и спокойно брать эти города. Спокойненько брать маленькой армии. Ну а мы идём дальше ещё и в Испанию. В Италию и в Испанию. Давай сначала ты всё-таки. А то тут бандюганы нападут. Расхлёбывай потом. Есть контакт. Через пустыню, да, предпочитаете? Ну ладно, хорошо. Через пустыню так, через пустыню. Пусть идёт. Я не тороплюсь. Теоретически я не тороплюсь. Глава скоро должна завершиться. Уже очень-очень скоро должна завершиться глава. Ну давай, давай, давай. Наемников ещё плюс не использует. Обычно искусственный интеллект в таких вот ситуациях любил использовать наёмничков, нанять и попытаться захватить слабые какие-то города. Но он ничего другого не сделает, да, как бы в тылу. Он же ж не кочевник, он не экспедиция, как мы. Так, вражеские агенты действуют, а мы ещё сейчас и не в плюсе из-за того, что как раз-таки содержание армии уже всё. Скоро вы утратите расположение императора. Скоро он уже перестал платить, что-то с опозданием. Срок службы. С опозданием ты мне об этом говоришь. Сейчас, короче, нападаем. Этот город забираем. Раз. Возвращаем. Ставим армию лагерем. И теперь просто-напросто, ну, для начала, допустим, объединимся. По мелочи. Начинаем распускать. Оставляем троих копейщиков. Прощайте. Оставляем вас четверых. Давайте даже сейчас прачников нафиг выгоню. Ну, или один отряд оставлю. Для галочки чисто. Конец у федератов, ну, оставлю. Пока и опять же улучшать их не буду. То есть вот в таком вот составе они будут у меня сейчас бродить. Так, боевой дух на чужой земле. В принципе, не исключено, что наемники мне пригодятся. Так что вкачаю для этого стека заранее эту фишку. Потихонечку. В равейне. Равейну мы берем. О, сготы, похоже, уже все. На лопатки легли. Лапки сложили, что ли? Неужели вы такие простые, а? Так, увеличиваем дальность перемещения. Тренировка. У нас осталось два уровня. Чисто, да. Это если, допустим, я сейчас сюда вложу очки, потом можно будет вкачать и этот. Ну, давай, окей, хорошо. На всю катушку прокачать, и там посмотрим, что останется. Полностью прокачать полководца нельзя. За все эти левелы. Велики, могучи. Все, проходим заново. Это поселение. Оп. И восстановлю мы потерями. Так, в Ориции, главное, надо для начала засветить по-хорошему, в идеале, да, Ориции? Чтоб убедиться, что там никого нет, а потом только двигаться. Ну, что сделаешь? Отрываем у башку. Причем один отряд все-таки сливает. И это, возможно, даже один из первых случаев, когда в данной кампании автобой кого-то слил. За полтишок улучшаешь их. Я не буду пока улучшать. Какая разница? Все, в одной провинции вас держать смысла нет. Поэтому, ну, ты чуть с запозданием будешь следовать за ними. Буквально немножко запаздывать. Богатство от культуры. Ну, сплоченность. Скорость исследования. Ну, тут две сотни всего лишь выиграем. Две сотни. С другой стороны командирские покои тут не стоят ничего. Ну, хотя нет, стоит. Три тысячи. Просто не показывало мне почему-то стоимость. Но на всякий случай можно было и попробовать, да? А вдруг бы сработала тема? А вдруг трак... Трак-так-так-так и все. Трак-так-так-так-так. И мы выиграли. Так. Поднимаем давай боевой дух на чужей земле. И снова сдаем уход. Ну, судя по всему, сейчас нам предстоит ждать либо сопротивления здесь. Как я изначально планировал и говорил, да? Что пока мы не дойдем до севера Италии, мы не встретим сопротивления. Ну, я так рассчитывал. Но все-таки Азготы молодцы. Как-то попытались сопротивляться раньше. Вот. То есть теперь настал тот час, когда мы должны будем дойти до севера. Там будет лишь армия. А может быть, даже лишь в Испании у нас лишь начнутся проблемы. Ну, там все-таки свежие какие-то армии будут. Тут фракция, которая еще не потрепана, не подтаскана. Так что время покажет. Заболели мы, да? Самую малость. Но я смотрю, Ареций вообще голый. Византия его разграбила вновь. Разграбила, не захватила. Мерзавка. Так, невольничий рынок у нас есть. Уже стоимость найма для наемников. Можно сейчас стоимость найма уменьшить за счет походной вот оружейной, кузницы и арту тоже улучшать, да? В принципе, до тяжелых. Надо, надо, да. Компанию пройти и бомбочками не покидаться, оно как-то будет некрасиво на самом деле. Я люблю разрывные снаряды. Это просто топовая штука. Раз. В Паттаве ты отсюда, да, вот он он. Милан. Ну, пока он еще, конечно, не Милан, но тем не менее. Я думаю, он не обидится. Предлагают даже, ну, нашему императору, будем его так называть сейчас переобучить этих бойцов. Да, там, считай, сотку будем переплачивать, но пока нормально. Конец от Агматы. Ну, они даже, на самом деле, тут, я смотрю, круче катафрактов в ближнем бою. Хотя, ну, натиск, естественно, у катафрактов тут бешеный. В остальном же конец от Агматы намного круче. Не зря я их дрессировал, не зря я их отправлял в гуще сражения. Даже заменять их не надо будет, как я говорил, да? Подставлял их под то, чтобы заменить. Вот они, Тагматы, пока. Минуем, да, типа промотов сразу, Тагматы, все хорошо. В общем, подставлял их, подставлял, чтобы заменить, а сейчас менять-то их и не надо, они молодцы. Со своей задачей они справятся точно. Что у нас тут? Бомжи. В принципе, можем и укатать их. Песочек. Песочек можем укатать. К нам они относятся, тем более, плохо. Воюют с берберчиками, но договор не подпишет. Значит, мы пойдем по их территориям огнем и мечом. Все. Решено. Этих будем, значит, укатывать сейчас. Вам, правда, придется все-таки в одной провинции бывать порой. Не расстраивайтесь. Не грустите, не сожалейте ни о чем. Настанет время, настанет ваш час. Все, двигаемся дальше. Закрашиваем. То есть, такая чисто классическая экспедиция. Для чего мы были созданы? Для того мы сейчас и пригодимся. Сепаратистские идеи это зло. Зло. Хоть порой и интересное в данном случае в рамках игры, допустим, повоевать против Византии, которая вообще даже до сих пор не увела, вода отсюда армии. И в каждом изначальном своем поселении держит пост-эку. Вот, цель достигнута. Хотя нет, нет, держит, 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 держит здесь, да. Я думал, увел все-таки один стек. Нет, все-таки держит стабильно в каждом городе пост-эку здесь родину в данной кампании просто так Византии не отобрать. Цель достигнута. Небо затягивали тучи, время идет, бла-бла-бла, мы это читали. А вот третье. Возвышение империи. Империя снова на подъеме, и накрывшая весь мир тьма отступает под яркими лучами солнца. Но земли империи еще не полностью освобождены из-под властью варваров. Рим должен выступить против них. Продержитесь до следующей даты. Весна 540-го. Добавлены новые дополнительные цели. Сейчас посмотрим, что за дополнительные цели. Соперники. Снизить популярность. Выполнить одно или более политических действий, в том числе следующее. То есть снизить популярность. Полководец Нарсес, сопровождающий Велисария. В отдельные периоды итальянской кампании был его соперником. В целом достаточно одаренный. Он выражал открытое несогласие с решением Велисария, что вызвало мятежи в армии и несколько раз ставило римлян на грань поражения. Так, возвести частный туалет специально для Велисария. Ну, чтобы он там топил кого-нибудь. В сортире мочил, как говорится, да? Мочить будем в сортире. Ну, тут у сепаратистов это нас не интересует. Вот экспедиция обезглавить змея. Верните не менее 45 различных поселений. У нас уже 46. плюс равена, которую мы на прошлом ходу, то есть с опережением графика идем. И ваша фракция не должна становиться оседой. Ну, это, в принципе, тоже мы сделаем легко. империя. Империя пришедет подкрепление. То есть мы, если останемся верны, они нам пришлют подкрепление. В итоге, что нам? Снизить популярность нужно сделать и частный туалет подвести. Снизить популярность, причем, можно даже сделать сразу. У него влияние так нет. Неверность мерзкая. Так, а ну-ка, на должности кто готов? Вот. И раздавай сюда. Ты, магистр конницы, расти будешь и ты повышение точно заслужишь. О, даже ты готов уже на повышение? Ай, молодца. Ай, молодца. Так, а где снизить популярность? Подожди. Развестись, собрать поддержку. А, вот, заговор с целью очернить персонажа и уменьшить его влияние. У него влияния вообще никакого нет. У нас господство. То есть, просто ради галочки можно попытаться сделать это. Только ради галочки. Причем, пусть это сделает джина. Если что, это она виновата. Но так-то что, мы по ее дудочке пляшем, да, прям хорошо идем, танцуем, довольны, приплясываем. Здесь она вот подыграет. Ну, так порой бывает. На самом деле, зачастую в истории даже, кто запоминается предателем или кто якобы считается основателем того-либо иного восстания, кого наказали, тот на самом деле может и не быть таковым и даже не сопротивлялся тому, что его обвиняли, просто потому, что он знал, что он прикрывает дорогого человека. Родственника, брат, сестра, муж, жена, и это все, все было реально, это все было на самом деле. То есть, и мы сейчас можем догадываться зачастую на таких вот ситуациях и может быть где-то это более очевидно, да, такая версия, а где-то это кажется бредом, но реальность, реальность такова, что она могла быть бредом. Реальность, она вообще такая, что зачастую смотришь и думаешь, что же за бред творится на самом деле. Так, ну ладно, не об этом сейчас речь, идем сюда. Готовимся к новой войне, готовимся к новой войне. Давай ты, ладно, раз догоняешь практически, подойдешь, будешь участвовать в сражении, прокачаешься немножко. Прокачаешься немножко, прокачаешься чуть-чуть. Че? А, нам стэк прислали? В помощь. А за что? Я там, наверное, тоже дополнительно какой-то... А, я остаюсь экспедиции, да, каждый раз мне за это присылают стэк, спасибо. Спасибо, рост экспедиции. Плюс 20, ну окей, хорошо. Удвоенный темп. Хотя, можно на самом деле сейчас снова рынок строить и идти по суше. Не, по суше долго будет. У нас идет по суше армия. Вот ради эксперимента обгонишь ли ты их на ускорение. Сплоченность будет падать. Да, и можно было бы рынок за это время построить, чтобы армия хоть как-то... Вон, пятеру платим полководцу. Нет, нет, полководцам там приходится платить денежку. И тут вообще по две копейки все-таки в море они получают. Две копейки на отряд. Не знаю, что они за них делают, но тем не менее получают. Брехня, что император платит сюда. Все, бунт. Император предал нас. Так, ты осаждаешь лестницы, я построил. У тебя есть уже доступно строительство, естественно. А тут мне нужно дождаться еще шесть ходов. За шесть ходов я трешку могу не получить. Можно общественный рынок пока. Ну, давай, хорошо. Это все-таки экономика. Это все-таки экономика, сейчас мы продвигаемся, ждем каких-то вызовов, ждем какого-то все-таки сопротивления. Я надеюсь больше на то, что сопротивление если будет, то там Велисарий будет разбивать врагов. Ну, кто-то и зрители по-любому ждет, что на мой маленький стэк нападут и посмотрят, да, как я страдаю и пытаюсь отбиться. Может, и побеждаю таким вот маленьким стэком. Так, род занятий полководец, срок службы, ну, окей, сейчас мы... Ай, блин, Феодосий, ептель-моптель, что ж ты за Феодосий такой. Давай, указ. Феодосий. Подрыв репутации. Непростая задача, требующая точного выбора времени. Не дождавшись подходящего момента, ваш диверсант оставил попытки. Контроль утерян. Это плохо. Хочу сказать, ну, что так? Подставляешь меня под монастырь. Под монастырь подставляешь. Контроль надо увеличивать по-хорошему. Почему женушка, кстати, его старше, так-то солидно. Солидно старше. Все, увеличиваем контроль сейчас. Это раз, что мы должны сделать. Пока. А ну-ка, подожди, цель может засчитали? Выполнить одно или более политические действия, в том числе следующие. Сейчас два. Снизить популярность. Но галочка не стоит. Попробуем. Так, подожди. Я на этом ходу? А, уже могу штурмовать. Вот, когда такая начинается ситуация, да, вот, без сражений мы просто продвигаемся быстро-быстро-быстро, потому что тут сопротивления никакого-то и нет, забываешь. На некоторых ходах может что-то и пропустить. Вот, здесь, кстати, верят в Пизу. Ну, в Пизу-то верят все. Туда частенько отправляют. Ну, вот. Окружить. Ну-ка, пока что окружить. Тут мне просто либо улучшать армию, чтобы взять нормально, либо ждать их вылазки. по-прежнему никого, никого. Они попрятались. сепаратисты неплохо так-то заходят, но мы сейчас начнем в хвост и в гриву. Так, а ну-ка, давай сначала ты подойдешь. Ты подойтись. Мы сейчас будем объявлять войну. Объявляем войну. Да. Ща мы восстановим величество Римской империи. Всю территорию Западной Римской империи притянем за уши. Так, конница Приментори Сагитарии Сагитарии Ну, давай, ладно. Хотя 3000 Рост двушка Тут Хиро Балистра на горизонте опять же тоже маячит, маячит, маячит. Ну, ладно, ты у нас основной стэк, ты будешь в Испании, ты, по сути, Феодосий будешь далеко-далеко, где пасутся козы. Поэтому нужно создавать стэк, который сможет нанимать хорошие войска. В перспективе две армии я сделаю, что у меня будут такие полноценные. Самым лучшим, что есть в нашем распоряжении. со всем самым-самым лучшим. Везгодское царство. Можно, кстати, наемников взять для штурма Пизы, чтобы наверняка и подставить наемников. Именно штурмовать лично. Так, политическое давай содействие. Антониано. оппозиционная партия не позволила вам получить желаемую поддержку. Мы можем продолжить, но надо решить, каким образом. Флавий Велисарин все средства хороши. Так, и вот просьба Феодоры. Папа. Новое задание, наконец-таки. О, благословенный Велисарий, ты во всех отношениях относишься к тем праведникам, чьи земные деяния уступают лишь бесчисленным заслугам перед Господом. Люди, которые подобны тебе ставят жизнь грядущую выше смертного мира. Всегда рады услышать о новой возможности приблизить Царствие Небесное на этой грешной земле. Возрадуйся же, Велисарий, ибо моя сегодняшняя просьба будет именно такой. Папа Сильвестр, поставленный Готами, пороченный душой и разумом, у него нашли письма в поддержку азготских мятежников. Несмотря на слухи, которые ходят вокруг этих писен, у меня нет ни малейших сомнений в их подлинности. Уже много раз, стремясь объединить верующих, я призывала его примириться со священством Константинополя, но все мои попытки встречали решительный отказ. Занимая папский престол, он своей ересью обрекает на вечное проклятие тысячи людей. Тяжесть его порока перевешивает любые мирские прегрешения. Император решил проявить деликатность и не вмешиваться, но я знаю, что в сердце своем он желает, чтобы кто-нибудь позаботился об этой проблеме. Может быть, этим святым воином станешь ты? Так, получить войска и продвигать официальную религию империи ничего не делать, разрешить папе остаться в интересах религиозной дипломатической гармонии. Да какая гармония? Я не понимаю. Со сготами мы уже давным-давно воюем и Рим уже наш. Поэтому сместить это самый правильный вывод сейчас. Не знаю, что мне это даст, но посмотрим. Этот человек благодарен вам за помощь, оказанную в ходе недавней политической интриги. Верность Феодосия, ну еще бы, ебтель мобтель, ты приемный сын тут неожиданно. А, кстати, сколько тебе лет? Подожди, 24, 31, ну ладно, хотя бы, хотя бы есть теоретический шанс, что это никак грози Южному Централу, так. Назначение больше нет. Верона переходит дальше к нам. Ну, я даже не вижу стэков, то есть на юге там пара полководцев на юге Италии здесь, да, бегает. Здесь где-то одиночка, но он где-то был тут, короче, бегал. И здесь правитель плавает. Все, больше я никаких не вижу даже намеков. А, ну вот еще, он пытается как раз нанять стэк. Может развернуть? Ну, или потом столкнуться с ним, ну, или сейчас Византина, и она положит конец его страданиям, а я не буду тратить время, пойду на Милан. Оп, пустота. И здесь уже новые фракции. Бургунды. Галы. Галы. Галы, галы, галы. Причем они нас любят. Они тоже воюют против Озготов. Они нас уважают, любят. Может быть их и не будем трогать пока. Повоюем в Испании, там время покажет. Героев вот этих Озготов так и не перебросили. Как они оставались на Сардинии, так они там и остались. Красиво сказано. Как оставались, так и остались. Все по существу. Так, строительство недоступно. Строительство недоступно. Валериан. А ну-ка, прокачаемся. Но не верят в него. В принципе, мы должны выигрывать. Даже таким составом за счет конницы, но придется лично играть. Естественно, придется лично. А наемникам есть что-нибудь интересное посмотреть? Просто ради интереса наемников. Ну, это такие же, да, германский отряд, как и они. Германские охотники, прачники германские. Ну, только если лучников взять. В принципе, стоит 78, почему не. Возьмем. Копейки стоят. Содержание стоит дороже, чем мы, в принципе, им заплатили за присоединение. Сражаемся. не верят автобой, эта битва будет сегодня и сейчас. Полководца не трогаем, хотя этот полководец нам не сильно то и нужен, но все нормально. Гарнизонный флот туман. Ну, давай в тумане. В принципе, туман, как таковой, нам не мешает сейчас. Я бы сказал бы, даже туманой нет. Там какая-то дымка, и то далеко-далеко на горизонте. Город классический. Ой, помню здесь в 20-м моде, когда мы оборонялись, искусственный интеллект по какой-то причине на вот этот фланг, если баррикаду ставишь, не идет. То есть он, кто смотрел прохождение, я думаю, помнит, подбегал пару раз сюда, мог здесь потолпиться, получить с баррикады залп болтов и стрел, но попытаться сломать эту баррикаду у него ни разу так идея такая не возникла. Вообще ни разу. Ладно, баррикаду он если поставит, то могут пробиваться. Давайте здесь пойдем. Здесь тогда и пойдем. по снарядам сколько у вас кстати? Боеприспасы 14, 16, меньше, да? О, а он сюда высаживается, отлично. Приготовились. Приготовились. Высадка. Корабль красивый, а. Хороший кораблик плывет. Бросятся ли ваши товарищи помогать вам? Ну, так-то они должны были высадиться поближе к своему поселению, но опять искусственный интеллект любит здесь высаживаться. И в моде тоже частенько тут высаживался. Сразу трое вспоминаете, да? Фильм высадка, высадка. в бой. Упс. Отворачиваемся. и делаем натиск. Руби! тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти Аккуратненько построились. Предлагаю сейчас вперед вывести к кавалерии. У него там будет немного. Поэтому вперед пойдут копейщики. Они если пострадают, это не так страшно. Хотя подожди-ка. Нужно уменьшить скорость. Тут такая тема нарисовалась. Он все-таки молодца. Встречает здесь. Неожиданный подход. Копейщики отгребут сейчас. Разворачиваемся. Лучники-прачники сюда. Причем... Да можете пробежаться с этой стороны. Бегом-бегом-бегом сюда. Так, ракурс вот такой. Наверное сейчас... Поинтереснее будет. Так, нас обстреливают со спины. Головы летят у них с плеч. Кавалерия застрелов. А что, они убегают, что ли? Да нет. А с чего это вы не добиваете? Кажется, удача на нашей стороне. Залп! Камушки, ну... Ну это ж игра. Здесь должны они перелетать через здание. Хотя, давай сюда. Лучники, давай, 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 давай! Кавалерия, я вроде ж... Все-таки согласовал с тобой нападение. Нападение, согласился. Ты нападаешь на лучников. Лучники расстреливают полководца. Эти бойцы просто захватывают площадь. Фан де Торрес, давай. Давайте, на вылеты. Торрес, давай. просто прикинулся мертвым так стрелки и лучники застрельщики все ну я же вас для чего нанимал вы правда для этого не пригодились я думал сейчас займет просто жесткую почему-то позицию оборонительную прям вот мне казалось он будет закрываться примерно здесь под вышками даже не попытается а ну-ка пойдите помогите учета как-то не убиваете прочный чё за халтурка так-то да ну что-то меня прачники разочаровали вообще но они убили 82 бойца не показательно они это убивали не показательно хотя смотрите азготу и с берберами как раз таки договорились может быть войска как раз того фланга сейчас вернуться может им как раз этого только не хватало помириться на севере насада началась физис заключен мир замаскированный агент и повышением но с повышением мы уже разобрались здесь я все-таки наверное тогда давайте оставлю шпиона потому что он скорее всего пошел свою столицу защищать мне об этом лучше знать и наблюдать конец хода давайте почему прачников вот поставляют на император интересно вместо учеников ну я просто не припомню допустим чтобы в истории как-то византия там полагалось на прощу а не на лук ладно и я соглашусь там тот же карфаген окей хорошо старом добрым первым риме ну как я писал в принципе были у меня еще давным-давно мысли пройти первый рим даже на запись да ну вот единственное что мешало в свое время когда я играл в медь когда у меня новые игры там наполеон империя хоть я и не особо одобрял эти эпохи для тотал вара мне не сильно нравились они не шли эти игры так ну ладно давайте сейчас прочитаем и потом разберемся за долгие годы господь призывал многих дабы они исполняли его волю и свергли нечестивых властителей иска искажающих его учения избивающих паству с пути истинного все те кто верно служил ему обрели награду и в этой и в грядущей жизни отныне ты вели сарий в одном ряду с ними ибо твои деяния помогли обрести спасение множеству душ вдобавок мы обезглавили заговор азготов может юстиниан и гневается на тебя но он делает это лишь потому что так хочет простой народ со временем мой муж поймет какую бесценную услугу ты ему оказал а пока да прибудет с тобой милость божья новая особенность защитник веры и подкрепление приплом а ну-ка защитник веры здесь она есть нет а ну-ка значит это увесть не она до появилась защитник веры неудел боевой дух против римлян проникновение религии плюс 3 для греческого христианства это провинции муки так вот в свое время у меня не шли отел и отела еще наполеон и империя то есть мне не особо нравились варианты сражений с огнестрелом то есть я даже в меди на самом деле во второй до эпохи до позднего средневековья с огнестрелом как-то не торопился и чаще всего у меня компании заканчивались победами и захватом большей части мира еще до этой эпохи но сам факт я даже попробовать тогда не мог играл в медь и ждал конечно же что-нибудь про рим хотелось бы пройти вот с удовольствием огромным следил за некоторыми модами которые пытались сделать хорошую попытка и сказал даже пытались сделать создать на базе меди игру про рим про эпоху практичность интересные задумки интересные механики делали но они были еще сырые на тот момент очень я пытался играть в рим в принципе разница да и казалось бы небольшая там между первым римом и второй медью очень похожие механики очень похожие в плане строительства города только там в меди замки появились они только города все очень очень похоже но в некоторых мелочах игра настолько отличается например вот да появилась такая возможность в меди когда нажимаешь на вот эту кнопку фракционную во время боя у тебя подсвечиваются твои отряды и врага что полезно в бою когда не разбериха ты не можешь понять линию фронта продавливают насколько твоих где и доминируют враги там пока ты рассмотришь все это и ускоряла но скоряла все таки эта кнопка игру намного и упрощала жизнь а в риме в первом этой кнопки например уже не это из-за того что я вот помню вот точно что я вот заметил насколько медь вторая все таки было удобнее чем первый рим уже так еще одна армия кстати эти эти действительно бесплатно и эти уже тоже бесплатно ну что тоже на ускорение тоже в испанию давайте погнали 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 может быть кстати родов захватить но посмотрим тьфу родов ладно короче вот так вот то есть рим первый в этом плане немножко уступал да и вообще каждая игра последующая в тотал варе что-то интересное да привносит да от некоторых аспектов которые отказывались зря до трое царствия тоже показывает что например возвращение провинций через дипломатию и продажи вполне вполне возможно ухты елки-палки фига мятежники со мной гоняются ёшкин кошкин я потеряю сейчас этого полководца и потеряю рынок рена вы за порядком не следите византийцы недобитая здесь выиграть не варус можно нереально у него хорошие пикенеры у него метатели но максим может быть час авто расчет не ну не знаю нет ничего не сделает блин доход резко упадет же щас из-за этой собаки с тулой а агент разоблачен от важные герои ну армия потеряна но и получается все что я строил в этом стеке будет уничтожено обычно так обычно так но можем попробовать конечно сейчас ради интереса так а ну-ка давай на юнит а на гор все равно стоишь на месте это пригодится тебе это тебе пригодится и герой не нужны и а стек же нужно чтоб у тебя избыток был причем нехилый прям такой избыточек избыточек так избыточек ну ладно возвращаясь от этой собаки к риму но в любом случае можно так будет поностальгировать немножко даже поиграть я обычно в рим и как раз таки если поиграл бы то наверное все таки за фракцию рим тем более что в первом риме меня в стиме здесь не пройдено когда я играл его еще естественно стима не было здесь у меня куплен просто по старой доброй памяти а играть можно здесь получается только за рим за один из домов рима я взял юлиев по старой доброй памяти мне вообще вот в первом риме если так создавать о а чё это выше вроде бы мирились и ты этот город возьмешь собакам тоже что собак этих развелось тут много вот создавайтесь и топ тут на первом месте это дом юлиев первом риме на втором это сцепионы потому что у них в первом риме же флоту всех одинаковый и только у сцепионов есть дополнительный корабль который флот в принципе как раз таки интересно делал и потом только бруты у них же в остальном армии все одинаковые отличались лишь эти гладиаторы у юлиев насколько я помню были гладиаторы просто с мечами пусть цепионов по моему с трезубцами а у брутов с копьями фракции уничтожены бербером мятежники их добили давая в густу забирай возвращая в густу гену и возьмешь но в принципе возьмет на в тобой может потеряет кого мне даже никого не потерял молодцы идем дальше хоть какая-то армия наверное должна быть этих стеков хоть какая-то армия слабенькая не переобученная но иначе вот так вот раз и рынок уничтожены и получится доход у меня все у меня тот стек очень очень хорошо снабжал меня тот стек очень хорошо помогал здесь счете мятежники сейчас мы уничтожим мы отомстим за своих а потом будем мы уже думать об испании ну давай напоследок в этой серии захватить город мятежников память о наших храбрых войнах которые были в том поселении который только что уничтожил ну что друзья на этом завершаю серию пишите в комментариях что вы думаете насчет первого рима какие воспоминания у вас есть на этот счет что вы помните какие интересные может еще моменты были с вами же был вера всем добра пока пока